друзья смотрите какой раритетный автомобиль я нашел на оригинальных колесах toyota что знает что это за машина toyota крест посмотрите какой у нее классный там приемничек такой автоматик прямо вот раньше помните еще 80 90 какие-то начала 90-х такие машины владивосток хлынули супер люцент написано супер люцент если честно мне очень нравится данный автомобиль он прям круто смотрится раритетно на самом деле у нас хоть сегодня плюс 10 вот можете видеть грязный снег так что ребята если у кого-то был опыт владения такой машиной toyota креста напишите комментариях и тимич даже такой бампер смешной чик чуть-чуть выпирает удобно назад сдавать никого не это такой фары как отбойник знаете вперед выпирается как защитный такой силовой по моему уши у него тоже видите прикольная допустим буду делать все давай хрэ болташине к машине мы зашли дошли и хочу я вам поведать необычную историю мой подписчик написал мне вчера в сообщениях чтобы я приехал обозрел его mark 200 до кузов вот gzx100 1gz да сейчас я вам его покажу чуть-чуть вот так снаружи спереди да и мы расскажем его нелегкую судьбу и что мы вообще вот салон что мы вообще вот не открывается сломано да ну-ка покажи как ты открываешь а вот видите оп вот чисто русская тема до такой девчонки останавливаешься девчонки так стойте тетелки стойте хопа такая она все думает парень вот парень смекалистая на сразу тебя будет любить так вот салон открылся на пылесосе надо вообще запах такой каким-то какой-то дачи каким-то пахнет знаешь у деда машины у дедов ты взял ну давай сейчас я сниму уже спереди и ты чуть-чуть расскажешь про то что с машиной происходило вообще за сколько ты вот ее купил расскажи пожалуйста взял за 95 тут похуже еще было состояние как бы она еще сколько то уже вложил примерно ну вложил этот тысяч 10-15 так уже вложил еще как бы я все своими руками то есть без учета без учета то что в сервисе дамка дней провел в гараже уже сколько делаешь ну ты как вообще в каждый день занимаешься ли как повезет когда время есть обычно по выходным по выходным обычно понятно понятно ну и давай раскроем то есть это уже боился как тебе удалось за 95 тысяч взять машину можно сказать ну вообще взять мужчину за 95 тысяч японскую как бы но на вижу таком плачевном состоянии ты уже вот патрубки до покупал на фильтр до меня вот этот фильтр да масло да он течет ты смотрел до поджирает чудо подтекают пока еще внутрь мотора не лес но ты какое масло заливаешь но друзья посоветуйте может какой-то если у вас есть машина такая была в пользование какой-то опыт да есть но синтетика полусинтетика там какое 5 в 40 там 020 фарадей ну вот расскажи еще в двух словах вот что конкретно сейчас ты планируешь сделать по данному автомобилю какие планы ну естественно факт поставить нужно купить фару потом поворотник это все было разбито бампер поменять вот он треснула потом крыло покрасить нужно крыло уже все шпатлевка да или поменять поменять проще мне кажется уже будет просто шпатлевать короче в общем полностью да свечи дорогие на него не поскольку комплект где-то там 6 свечей свечей по тысяч 565 6 а фара сколько стоит с поворотником они раздельно отдельно да да где-то тысячи две три да две две с половиной таксируйте тут еще телевизор да тоже это все надо ну отпилить менять тоже ну ты вот вообще примерно какой у тебя плану ты машину сделать продавать будешь или сам будешь ездить нет то есть ты фанатиста да маркообразных для души восстанавливать ездить кайфовать от марка друзья мои марководы кто сейчас смотрит мой канал все как вы просили с рынка я ушел на сегодня специально поехал чтобы снять вам этот автомобиль замечательный друзья ну кто любит машины дешевле 600 тысяч как у меня на канале с японии как там в комментариях некоторые пишут битые какие-то там японские праворукие ведра вот для вас есть если вы сможете у дедушки какого-нибудь купить машину о чем я почему продал пенсия маленькая ли что не ездит или сильно старые за чего продал вообще ну ты первый ты сразу увидел и купил то даже не торговался да ничего как не торговался настояла дороже 110 или сколько ты беру за 130 ты ну ты сказал это я один из ну как бы сразу приехал только вы сразу приехал с ним поговорили хорошо ты еще говорил что сейчас салон у тебя электрика не открывает дверь спереди ты говорил что сзади не было сидушек до сидушки не салон был разобран до купил отлично распыта еще дверные карты поменять они там все ободраны все бодрые собака вот видишь стеклоподъемника даже друзья мои видите можно был поставил до сидушки но пахнет я тебе скажу да каким-то навозом это ты где-то вообще в районе да у него был ну да да деревне тонировочная называется нифига ся это что тихо не знаю первое сенегал страна в африке такая сенегал есть вот ребят смотрите еще какой момент вообще машину вот у него видишь она уже такая вся как бы в сверчки может дата держит где-то подгнила уже вот где-то облезла ты скажи мне пожалуйста ты вообще планируешь ее в таком цвете оставлять или покрасить как-то то есть какой у тебя план вообще сначала я хочу собрать ее так чтобы она была в хорошем состоянии все ровненько это было а потом уже конечно хочется какой-нибудь красивый цвет там обвесы поставить чтобы но тоже попозже данный занизить потому что марк должен красиво выглядеть ребята настоящие фанаты марков чайзеров крестообразных всяких этих дел давайте поможем поможем моему зрителю который можно сказать не побоялся частичку души своей нам излил вот чтобы вот это все исправить это все исправить все эти фары эти машина вы сейчас сами знаете у нас стране время тяжелое тем более парень своими силами все делает восстанавливает я вас попрошу если у вас есть возможность я внизу оставлю реквизиты карты вы скинете там 50 100 рублей сколько не жалко для того чтобы помочь человеку можно сказать воплотить его мечту стремление ну и в том числе парень вместо того чтобы бухать курить там колодца он видите техническими видами увлекается строить сам машину разбирается согласитесь наше время для молодежи это редкое явление когда люди вот так увлечены своим делом все делают своими руками тем более если эта машина легенда сотый марк сотка ребята сотый кузов сатыга понимаете 110 и там 90 это а это именно легенда ребята сотый кузов квадратик кресты и чайзеры все в сотом кузове это вот наши нулевые вот эти понимаете жирные японские машины а мотор не планируешь свапать ну это сначала надо это сделать проверить вообще что как друзья ну вот мы переместились салон салон нашего марка смотрите вот здесь такой магнитофон я таких уже честно не видел уже очень давно ну-ка заведи вот мы завели видите на это я купил у китайцев магнитофона 1500 музыку а то сейчас это авторские права забанят забанят видео здесь все работает электрика это ты по моему фотку мне скидывал вообще этого ничего не было дырки пластик он был вообще потрескавшийся сломан сначала потом убрал а потом поставил уже с распила тоже даст на под дерево такой знаешь олдскульный чисто а вот это тоже что-то у тебя туннели не было все ручку не ручка была просто вот пластика вот этого не было даже тысячи он держится нормально здесь чуть-чуть отходит не встала до закрепить на только двусторонний а там друзья вы вот она наша на 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 моих он экономика сколково чтобы за клепки защелкнулись надо по ним ударить такой вообще уже вот этот это вообще 98 ты такой вообще даже не помню когда видно но если просто убрать дырка да будет некрасиво ну бы хоть так с этим можно лучше полочку поставить за 100 рублей за сколько такие полочки туда дырка вставляешь можно телефон положить часики все работает да смотрим 180 ну как 180 разгонялся да сколько пробег 320 тысяч друзьям и этот движок миллионник ему движется 20 это вообще 320 так как три это как 10 . но за 300 тысяч давайте посмотрим что дедушка в деревне вот сделал смотрите друзья мои вот просто у нас вот такие вот зубами да кто-то землю можем грабли тут вы грабли а точно о я все понял дед просто уже когда бабку свою снял с ней заженился он у меня уже все девчонки есть борщ готовит я горит все буду виллы возить копать навоз там растить продал плодово овощную продукцию ну если честно конечно салон в ужасном состоянии запах какого-то реально навоза или удобрения как бы надо это все в этом выгонять выгонять все разобрато да тоже до этого ничего не было это было просто она сломана это все по-хорошему поменять поменять надо за вон вот распила хороший салон стоит где-то 25030 целиком все друзья прервалась запись сколько ты говоришь распила стоит салон чтоб всего поменять хороший салон стоит тысяч нету 25 30 до как бы пока салоном можно и не заниматься что это не самое важное главное по технической части сделать там фары поставить ну сколько денег надо вообще вот ты прикидывала чтобы чисто с техникой разобраться с подкапоткой можно было нормально ездить надо где-то тысяч 10 10 тысяч друзья но я вот хочу к вам обратиться все-таки у нас канал автомобильный по автомобильной тематике да многие из вас там ходит может в казино курят сигареты по 150 рублей за пачку знаете вот такие всякие вещи да вы может не выкурите пачку сигарет кинете 100 рублей на карту я внизу укажу слова какие-то поддержки может быть какие-то у вас будут вопросы и давайте сделаем так кто скинет по 100 рублей вот мы сделаем так вот ну вы скидываете любой сумму даже рубль до можете написать рубль и сообщение типа респект за марка тому вожу хочу не такое мы будем рады вообще любым комментариям пожеланиям любой сумме даже рубль вы кинете не надо смеяться копейка рубль бережет да но все-таки я надеюсь что вот этот марк это последняя легенда потому что все ребят заградительные пошлины машин таких становится с каждым днем все меньше и меньше человек сам все восстанавливать сам все делает да ну давайте поможем реально человеку чтобы он осуществил свою и даже чью-то мечту потому что многие кто смотрит из вас видео мои у них уже может есть жена дети семья и может быть им уже не до этого у них просто им это не надо но им приятно смотреть чтобы мы как бы сами вашу мечту осуществили чтобы вы себя подумали на нашем месте вы тоже киньте нам небольшую сумму но не нам конкретно владельцу автомобиля на которые мы потом отчитаемся в следующем видео сколько мы собрали денег и что мы планируем дальше так сказать какие наводить с машины изменения также если вам будет интересно владелец автомобиля в принципе машины занимается по выходным дням как он говорил и мы можем даже стрим сделать можем стрим сделать старим из гаража как мы что-нибудь устанавливаем договоримся и выйдем прямую трансляцию небольшую сделаем что мы можем вам предложить скажем так кому-то интересно будет даже поучиться чему-то потому что я хорошо принципе советы отлично друзья видите мы две цели образовательная и себя порадовать пробег 320 да но ты как говоришь 320 тысяч пробег как это пословица что-то не срок там один год не срок ли какая-то такая ну газа не но маслица я чувствую как там два литра масла все сошло друзья всем спасибо за просмотр ставьте лайки покажи лайк ставьте лайки подписывайтесь на канал и предлагайте как назвать нам этот проект с марком 2 последний самураи либо там клад потому что мы его реально это как клад нашли машину недорого вот единичные экземпляры всем спасибо за просмотр будем рады вашим любым комментариям донатом ссылочка на донат в описании кидайте деньги и пишите комментарии всем хорошего настроения всем пока